Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть драконы всадники олуха. Ну что, восьмой день, 250 тусклого янтаря забираем. Окей, так надо посмотреть, будут ли сегодня у нас какие-нибудь события. Так, я не вижу ребят, чтобы какие-то были у нас тут события. Уже столько времени прошло и ни одного события не дали. Это очень интересно. Ладно, все равно надо, ребята, что-то нам здесь глянуть, посмотреть. Вот, например, видишь, три копьишка все-таки он нам принес. Беззубик, молодец, красавчик. И, наверное, я сразу же его отправлю за следующим копьем. Пускай он его ищет. По-моему, вот здесь, да, отправляли. Пускай летит. Пташечка. Так что у нас тут есть. А, ничего хорошего. Рыбка. Рыбку мы обязательно заберем. Кстати, что у нас там по прокачке? Ага, водорез у нас по максималочке, да? На данный момент пока. Значит, будем... 135. Давай-ка мы тебя, парень, будем прокачивать. Да-да, это, ребята, Громль. Именно его будем прокачивать до 112 уровня. А вот это, наверное, следующий клиент, который тоже будет у нас в ближайшее время прокачан. Так, пускай летит. Костолом. Ты у нас, кстати, тоже. Тридцатка? Давай. Тоже пускай летит. Блестящий интерьер. Одна штучка. Больше у нас, к сожалению, нету. Слушай, ну неплохо. Мы три дракона отправили на прокачку. Скоро у нас будет, я так понимаю, где-то около пяти-шести драконов. А если быть точным... А если быть точным, сейчас мы... Сейчас мы... Подожди, как там делается-то? Чтобы посмотреть точное количество, которое у нас прокачано. Это, по-моему, достаточно сюда, да, зайти? Так, ребят, смотрите, у нас три из пятнадцати. Плюс еще там трое будет скоро готово. Будет шесть из пятнадцати. Блин, а вот где еще девять драконов взять? Взять-то их можно, ребят, но прокачка, естественно, все... Все упирается именно в прокачку. Во времени и тому подобное. Они же не быстро тебе прокачиваются. Как мы это знаем. Так, восемьдесят шестой уровень, сто восемьдесят семь. Вот модификрылку бы прокачать. Мне кажется, что она будет еще круче и больше рыбы нам приносить. Но дорого стоит, конечно же. А, все равно пойдем. Будем сейчас еще... Кстати, кстати, сундучок. Дай-ка я здесь открою именно с рыбой. Вот, купить. Ага. Вот. Замечательно. Тьфу ты. Даже не хватило, ребят. Даже не хватило, ты представляешь? Фейерверка, кстати, можно было бы прокачать. Потом со временем обязательно надо будет все это делать. Так, бесплатное ожидание. Древоруб у нас тут. А, нет. Парящий прихвостень. Какой древоруб? Ты что, Рэй? Вот что значит не поиграть пару деньков, да? Все, позабыл. Так, лети. А почему ты-то у меня сидишь и ничего не приносишь? Кстати, можно будет уровень прокачать до 106. Но тут нужно будет немножко рыбы. Которых, блин, как всегда у меня нету или есть. Так, вперед. 176. А нужно... Блин, 179. И что? И все? И рыбы нету? И до свидания? Нет, вот тут вот. Отлично. Мелкий нам помог. Ну что же. Опа. Сколько? 625. 625 железа, ребята, нужно, чтобы прокачать до 107 уровня. Да, вот это у вас тут расценочки, я скажу. Совсем, что ли, брякнулись? 625 железа. Обучить. Не получится, потому что... А, нет, почему не получится? Получится. Лети, прокачивайся. Так, мелкого за рыбой. Тебя, тебе тоже. Наверное, за рыбой отправим. Так, а ты тоже у нас, да, готов обучиться, я смотрю? А, тьфу ты. Совсем забывай, да. И у нас тут сидят. Окопались все. Ну-ка, давай-ка посмотрим, что там наши. Спасите драконов. Иди, спасай. Барсик, у тебя там что? Ага. Тусклый янтарь. Ну, конечно, хотелось бы получить руну. Тусклый янтарь подождет. Давай, 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 давай. Отлично. 12 штук. 12 штучек рун принес мне. Отправляю я его в приключения, ребят. Криво-клык. Ну, тут... Тут все понятно. Ну, в данный момент лучше получить янтарь. Тусклый, чем вот это вот яйцо. М-да. Да отпускаю я, конечно, отпускаю. Он мне не нужен. У нас в наличии их две штуки аж целых. Там написали. Так, я отправляю его дальше в приключения. Грамгильдер, ну ты что-нибудь там хорошее-то принесешь мне? 12 рун. Нормально. Пускай летит игровая площадка. Веселиться там бесплатно. Так, давай-ка посмотрим дальше. Что у нас... Кто еще не задействованный? Вон Буйволор, например, сидит просто так. Но он не ищет то, что мне нужно. Так, древесина. Блин, кого бы отправить-то еще? Пускай летит. Нечего там прохлаждаться. Так, скалотряс. Давай тоже. Дуй. Так, секундочку. У нас же еще вот здесь есть. Я и забыл про них. Да что ж ты будешь делать? Вот же он упертый-то какой, а? Вот же он упертый. Никак он не хочет прокачиваться. И ничего я с этим сделать, ребят, не могу. Так, у нас еще один. Готов переходить в титаны. Лети, курочка-реба. Академия, к сожалению, забита. Так, и где-то же... Вот. Вот еще тут. 37-й уровень. Это 31-й. Что ты там шуршишь? Ну, места, к сожалению, нету. Скороходы, да, надо прокачивать. Они все разбросаны у нас где-нибудь, не попадя. Так, кстати, можно вот здесь вот... Опа. Пускай два дня будет убираться этот валон. Жестко. Конечно. Так, ну что. Давай, наверное, откроем паки. Монетушки. Так, крылатый ужас. Ужасное чудовище. Ох ты, чемпион. Хлыстарец, друзья мои. Будет прокачиваться до 13-го разряда. Вот так вот, понял? И просто из пака взял и выпал. Ну что, еще. Шесть монетодина. Плюс пак. Громобой. Душитель. Ужасное чудовище. Допустим. Блин, ну как же без событий-то сегодня, друзья? Ну, что это? Время уже достаточно много прошло. Ну-ка, глянем, что у нас здесь. Ну, давай хотя бы сегодня на арене погуляем. Шторморез, громоль, шепот смерти, водорез и хлывокрик. Так, мои драконы. Где у нас хлыстарез? Вот он. Конечно же, будем улучшать его. Так, он у нас свирепый, да? Из разряда свирепых и получил 13-й разряд. 13-й разряд. Слушай, он даже переплюнул у нас витрокрытые чемпионы. С ним наравне только идет тройной удар и стальной капкан. Но хлыстарез, по-моему, насколько помню, посерьезнее будет, чем тройной удар. Сейчас точно тебе не скажу. Так, розы ветров. Я же могу тебя улучшить? Да, могу, конечно. Тринадцатый разряд тоже. Кстати, это героический, ребят. Дракон. То есть, он сравнится только с Грэмгильдой. Ну, конечно, у нас в приоритете Кривоклык, который 18-й имеет разряд. И, соответственно, Барсик, который имеет 16-й разряд. А тут что, Кошмарный Плестиголов? Нет. Не могу его пока прокачать. И, соответственно, Крылатых Змеевиков тоже не могу. Так, шипорез. Восьмой разряд у него. И вот смотри, сколько у меня еще не хватает. Причем, карточки как бы есть. Но я не знаю, где их, ребят, получить Дракона. Их что, только покупать? И все, больше никакого варианта нет. Их где-то выбить непонятно. Так, ну что, сезонный абонемент. Давай, наверное, заберем здесь все эти призы. Соответственно, наградочку уже. Одну заработали. Чуть-чуть, да? Десять этих не хватит нам, чтобы получить вторую награду. И что у нас тут? Опа! Содержит элитных. Шторморез, чудовище, душитель, шипорез, крылатый ужас. Парящий прихвостик и, опять же, кривоклык. 250 сверкал. Не хватает буквально немножко, блин. Так, а здесь у нас что? Рыбу заберем. Руны в подарок. 150 рун? Это за что? За что это, ребята, нам руны в подарок дали? Ну что, здесь вроде бы как я совсем разобрался. Все, что можно, я установил. Все, как говорится, в пределе. Так, что там? Ничего пока не хочет. Наши эти все активированы. Лети-ка, наверное, ты. Вот, лучше ты. Подожди-ка, ты или ты? Ты лети за деревом, чтобы просто так не стоял. Ну вот, теперь уже, по-моему, точно все. И можно переходить на арену. Поехали. Наверное, получим сегодня два пака вождя. И эта вещь, я рассчитывал, думал, может быть, какое-то событие. Все-таки, сколько, наверное, три или четыре дня прошло с последнего захода в игру у меня. Никак я не рассчитывал то, что тут вообще ничего не будет. Странно. Давай-ка бомбанем. Понижение брони. Барсик фас. Отлично. Так, вот этот противный пристеголовый, потому что он у нас огнем жарит. Надо его как можно быстрее ликвидировать. Сейчас массовую атаку сделать, скорее всего. Нет. Опять звук пропал. Звуки ударов пропали. Только когда музыка слазалась. Есть контакт. Ну давай, Барсик, что ты там стоишь, шуршишь? Сейчас мы тебе... Да, давай повешу на него слепоту, чтобы он тут слишком сильно не выпендривался. И попробуем его тут размозжить. Укус. Две атаки. И сейчас будет добивка. От кривоклыка. Вот и все. Так, ребят, взял в команду к себе хлыстереза для того, чтобы посмотреть. Так, и они начинают сразу бомбить слабенького, да? Так, а мне такого... Давай сюда, наверное, укус сделаем. Надо вот этого пристеголового быстренько вырубать. Блин, они сейчас будут мне, наверное, все-таки хлыстереза бомбить. Нет. Они переключились на штормореза. Воу-воу-воу, в пламя, да? Почему я не удивлен, а? Вот скажи мне, почему я не удивлен? Да потому что они всегда так делают, понимаешь? Они всегда так делают. Они уничтожают самого слабенького. Почему я, ребята, Барсика... Ну, давай так сделаем. И... Выбор-то не велик, ты понимаешь? Сейчас этот... А этот добьет под Халим. И знаешь, что самое обидное? Что у них у всех повышенная атака. Значит, будем делать так. Слепоту на этого вешаем. Вот так вот. И будем сейчас его немножко под чуть-чуть кромсать. Главное, чтобы он... А он... Понимаешь, он не тратит свою энергию. Вот. Я хочу, чтобы он ее скинул, а он... Что он там на меня хотел повесить? У него не сработал этот фокус. Я на него сейчас опять повешу слепоту. Пускай даже не радуется. Блин, опять у нас куда-то музыка исчезла. Вообще все какие-то звуки исчезли. Ну, давай, давай, давай. Вот так вот. Прекрасно. Так, ну что, я взял обратно Барсика. Вы видели результат нашего поединка. Хлыстарезов просто разносит в хлам. Конечно, лучше было бы Костолома бомбить. Эть, как всегда. Ну что, этот уже не жилец. Давай добьем. Так, а этот сейчас будет Масухой, что ли, бомбить, нет? Воу. Пацан, я смотрю, вообще прибурел тут в корень. Вот так вот промахнулся. Ну что, я, наверное, сделаю следующим образом. Пускай будет на нем слепота. Он любитель бомбить. Давай, понижай ему броню. Замечательно. Пока броня понижена, надо его колбасить. Этого там в любом случае добьем. Или он добьет его. Сейчас посмотрим. Так, сейчас, 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 сейчас подумаю, как тут лучше сделать-то. Так, а что тут думать? Вот этого добиваем. Ну, конечно, сейчас будет, наверное, массовая атака. Так, точно. Все-таки Масуху сделал. Ну что, ему один удар, ребята, вон все. Трым-тарарым улетает. Вот как-то так. Так, друзья, ну что, мы видим, что нам досталось два обычных пака ареновских. Ну и, соответственно, пак вождя, который я открываю. Штарм-рес, ловарык, кошмарный пристеглов, древоруб, шепот смерти, вострозуб, барс и вепрь. Отлично. Ну что, идем тогда за следующим паком. Для этого нужно победить нам в трех битвах. Так, ни музыки, опять же, ничего, да? Естественно, лучше всего дымодышащего уничтожать. Хотя, Громль тоже тут, знаешь, может навести такого же шороха со своими фейерболами. Блин, они что-то, смотри-ка, в последнее время переключились на штормореза. Раньше у меня был барсик. Как бы тебе сказать, он всегда был у меня грушей для битья, я его так называл. А теперь почему-то штормореза бомбят. Что случилось, а? Ой-ой-ой, сейчас добьет, скорее всего, у меня. И знаешь, чем это все плохо для меня? Что вот этот вот будет фейерболами, а я даже не смогу хильнуться. Вот в чем беда. Вот в чем беда. И, наверное, мы сделаем вот так. Так, пускай он будет фейерболами с вами бомбить, а мы в этот момент будем с тобой, наверное, не так я сделал опять, не так. Давай-давай, фейербол, фейербол, пожалуйста. Твою налево, тогда получи за это. Значит, расчет на его разбег, точно. Ну, это терпимо еще, если честно. Это терпимо. Молодец, красавелла. Все-таки фейерболчиком он звезданул разочек, но этого достаточно. Так, теперь вешаем слепоту. И этот костолом, грубо говоря, уже беззащитен становится. Ну, потому что даже если он разбег... Любое движение, которое будет направлено против нас, оно будет направлено в холостую. В никуда, можно так сказать. Ну вот, победа. Так, у нас очередной поединок. Я вижу тут... Угу, Скалотряс. Хоферсон. Ну, я начну, наверное, со Скалотряса. Хотя, Хоферсона быстрее бы я смог разобрать. Блин, тут еще ужасное чудовище сидит. Давай, бомби. Так, Хоферсон, что будет делать? Понятно, понизил мне атаку. А этот сейчас еще... Слушай, я думал, что он сюда будет бомбить. Ну, Барсик мог же критануть, ведь... Просто не захотел. Так, сейчас что-то будет противное. Хе-хе-хей. Промахнулся, лузерок. Ну что, теперь я беру Хоферсона, ребят. На разбор. Нужно быстренько его уничтожить. Правда, быстренько не получится. Второй раз он, кстати, промахивается. Что-то с этим чудовищем не так. Здесь уничтожили. Я, наверное, сделаю вот так. Можно было бы, конечно, слепоту повесить. Тогда бы он ничего не сделал. Все-таки влупил, а? Ну, главное, победа. Ну что, друзья, последний поединок, надеюсь, у нас. И, смотри, двадцатого уровня. Слушай-ка, а не кисло ли тебе двадцатый уровень-то иметь, парень? Блин, вот он сейчас будет бомбить. Слушай, надо будет как-то его... Может быть, слепоту на него повесить? Ну что за подлагивания начинаются, а? Скажи мне на милость. Слепоту. До нее дожить еще надо, до этой слепоты. Будем честны. Блин, сейчас будет бомбашить. Слушай, по-моему, я здесь проиграю. Это сейчас фаерболл залепит. Еще и подлагивания какие-то в игре непонятные, блин. Давай сделаем вот так все-таки. В кого ты будешь бомбашить? Хорошо, он и того, и того. Нормально, нормально, друзья. Так, теперь нам нужно разобраться с Барсиком. Но он не добьет. Не успеет. Но зато хорошо, но повреждения-то нанес. Так, я следующую слепоту вешаю. Так, этого уничтожили. И теперь все силы, естественно, бросаем на него. Делаем вкус. Раз, два. А он, кстати, из слепоты у меня вообще вылазить не будет, потому что у нас энергия копится быстрее. Намного быстрее. Видишь, он хочет там что-то предпринять на следующий ход. А я на него хом, она сразу же слепоту, и все. Друзья. У него тоже энергия, конечно, копится. Ну, она даже не тратится, потому что ему некуда ее тратить. Так что здесь победа гарантирована за нами. Так, так. Сейчас добью я его. На улице, ребята, два дня уже ливни у нас идут. В квартирах прохладно, как-то неуютно. Ну что, вот второй пак вождя, который я с удовольствием открываю, и смотрю, что нам отсюда выпадет. Древоруб, крылатый ужас, ловарык, кревет, шепот смерти. Так, дымодышащий, клыка, крив. Вот так вот. И у нас еще что-то здесь. Ага. Все-таки я еще одну награду заберу. А это у нас все-таки 250 сверкал. Отлично. Итого у нас 3310. Нужно 8700. 17 дней еще будет идти событие. Да, друзья, вроде бы как все. Все, что мы могли, все, что мы хотели, все сделали. И можно спокойненько закругляться. Так что всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.